Всем привет! Сегодня с вами Марина Ломака и мы будем готовить воздушные ванильные булочки. Что для этого понадобится? 250 миллилитров теплого молока, 200 граммов сметаны или йогурта. Я беру йогурт, я делала его в ночь, домашний йогурт. Также нам понадобится 80 граммов сахара, щепотка соли, ванилин или ванильный экстракт, 15 граммов дрожжи прессованные, 2 яйца, 600-700 граммов муки, это уже смотрим по замесу теста, и растительное масло для обминки теста, 3-4 столовые ложки. Приступим к приготовлению. Для начала сделаем опару. Для опары берем дрожжи, добавляем ложечку столовую сахара и добавляем немножечко молока до 100 миллилитров. Размешиваем, чтобы дрожжи и сахар растворились. Добавляем 2-3 столовые ложки муки. Размешиваем. Масса для опары готова. Затягиваем мисочку пищевой пленкой и ждем пока опара наша подойдет. Обычно на это уходит 15-20 минут. Она должна запузыриться. Это означает, что дрожжи работают. И будем готовить дальше. Опара готова. Снимаем пленку с миски. Переливаем опару в миску, в которой будем замешивать тесто. Яйца взбиваем вилочкой до соединения желтка и белка. Высыпаем оставшийся сахар. Выливаем молоко. Сметану или йогурт, смотря что вы возьмете. Щепотка соли. Ванилин или ванильный экстракт. И все перемешаем. После этого постепенно подсыпаем заранее просеянную муку и замешиваем мягкое эластичное тесто. Сметану или ванильное сахар. Замешиваем. Потом не раскрикываем. Ванильный экстракт. Замешиваем. Смешиваем. если у вас есть тестомес или хлебопечь в которой можно замесить тесто можно замесить тесто и там я показываю полный процесс замеса теста потому что не все молодые хозяйки умеют это делать и просят на канале часто показать подробно полностью весь процесс наливаю растительное масло 3-4 столовые ложки и обминаю хорошенечко тесто вся мука которая будет вот тут на дне она соберется тесто получилось мягкая немножечко липнущие к рукам затягиваем мисочку пищевой пленкой даем тесто подойти я вот делаю несколько проколов в пленочке и ждем пока тесто увеличится в объеме в два в три раз прошло полтора часа тесто подошло снимаем пленку руки я смазываю растительным маслом достаю тесто из чаши и надо тесто хорошенечко сейчас обмять чтобы все пузырьки воздуха изменились слегка получилось липким поэтому я его посыпаю мукой и обминаю муки я насыпала немного горсточку просто для того чтобы обнять если вы будете делать например из этого теста булочки с начинкой лучше тогда сделать тесто немножечко гуще ну а если вы будете готовить просто обычные булочки тогда будет достаточно муки столько сколько я сделала сразу после того как обмяли тесто подкатываем его в шарик и перекладываем назад в мисочку затягиваем миску пищевой пленкой даем тесто подойти еще раз на это уже времени меньше и потом уже будем готовить сами булочки тесто подошло снимаем пленочку руки смазываем растительным маслом достаем тесто из миски тесто уже хорошенечко подошло нужно смазать растительным маслом форму и выдавливаем булочки можно каждую каждый кусочек каждый шарик пропустить через весы а можно не пропускать это уже на ваше усмотрение выдавливаем из теста шарики у меня получилось 12 шариков каждый шарик я подворачиваю внутрь вот так вот получаются вот такие у нас шарики и укладываем их в противень швом вниз делаем так каждый шарик подворачиваем и укладываем в противень положительная крица мы будем готовы вот так мы прочитываем 2 булочки у меня я сделаю вот такие посередине их рулетиками одно яйцо взбиваем до соединения белка и жидкость смазываем каждую булочку яйцом можно добавить яйцо молоко или сливки теперь нужно чтобы булочки расстоялись обычно на это уходит минут 15-20 булочки расстоялись если вы хотите например посыпать их маком то нужно будет их помазать еще раз аккуратненько чтобы они не оседали и потом уже посыпаем их маком посыпаю маком слегка и отправляю булочки в духовку духовку я заранее разогрела до 180 градусов отправляем в духовку печем до готовности булочки готовы даем им немножечко остыть а потом можно будет достать из формы булочки немножечко остыли я их достала из формы ну давайте посмотрим какие они получаются внутри еще они конечно горячие вот такие они получаются воздушные нежные очень ароматные за счет ванильного и экстракта попробуйте приготовить его я думаю вам очень понравится спасибо что смотрите мои видео спасибо что подписывайтесь на мой канал здоровья вам и вашим близким пока подписывайтесь на мой канал Субтитры подогнал «Симон»!